11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день, в 1945 году, в концлагере Бухенвальд заключенные подняли восстание и вышли на свободу. Памятная церемония прошла в Хабаровске на территории Иннокентьевского храма. Подробности у Яны Ленкевич. Мария Платова в лагерь смерти попала, когда ей было 7 лет. Говорит, тогда за один миг потеряла всю семью. Ее отца казнили в гестаповской тюрьме. Старший брат отправился на фронт. С мамой и сестрой ее отправили в концлагерь, но и там их разделили. После освобождения поняла, что осталась сиротой. Меня привезли в концлагерь, в Пушкино, в детдом. Маму я не признала, потому что мама была в этом же лагере. 40-й филиал концлагеря Дахау. За годы Второй мировой войны, по официальным данным, в лагерях смерти погибли более 11 миллионов человек из разных стран мира. 5 миллионов граждан СССР. Среди погибших были и дети. В Хабаровский международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно проходит памятная церемония. К памятнику на территории храма святого Иннокентия Иркутского возложили цветы. Бывшие узники лагерей смерти, представители правительства края, общественных организаций, школьники. Я считаю, что это важно, так как нужно всегда вспоминать память умерших или же люди, которые помогли на наше время быть людьми. В Хабаровском крае в настоящее время живут 59 бывших узников фашистских концлагерей. Для них действуют различные льготы и меры поддержки. Наиболее значимое из них – это предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам. Также они имеют право на первоочередное обслуживание медицинских организаций, бесплатное социальное обслуживание. Предоставляется одновременная денежная выплата к Дню Победы. Каждый год на 9 мая из краевого бюджета бывшие узники фашистских концлагерей получают единовременную выплату в размере 3000 рублей. Несовершеннолетние – 10 тысяч.